В свете ядерной катастрофы в Японии мир должен установить новые стандарты безопасности для атомной энергетики к концу этого года. Об этом 31 марта во время своего официального визита в Японию сообщил президент Франции Николя Саркази. Ранее Саркази объявил, что Франция, которая в этом году председательствует в Большой двадцатке, в мае намерена провести специальное заседание для органов надзора за атомными объектами, чтобы разработать новые идеи в преддверии июньской конференции МАГАТЭ. «Я предложил, чтобы первым на саммите выступил премьер-министр Японии. И при поддержке наших японских друзей мы подготовим декларацию лидеров стран Большой восьмёрки по ядерной безопасности. Важно, чтобы к концу года мы определили международные стандарты в области ядерной безопасности». В свою очередь премьер-министр Японии Наото Кан пообещал пересмотреть ядерную политику страны. «Нам будет необходимо обсудить нашу ядерную политику на основе исследований текущего инцидента, и эту политику надо будет разработать заново. Кроме этого, после окончания кризиса нам надо будет обсудить будущее энергетических компаний в Японии, включая саму целесообразность их существования». Франция – самая зависимая от ядерной энергии страна в мире. 75% всего потребляемого электричества производит 58 ядерных реакторов. Николя Саркази стал первым иностранным лидером, посетившим Японию после 11 марта, роковой для японцев даты, когда произошло землетрясение и цунами, а за ними авария на АЭС «Фукусима-1». Утечка радиации из повреждённых реакторов АЭС «Фукусима-1» продолжается уже более двух недель. Правительство Японии и компания ТЭПКО, оператор станции, признают, что для ликвидации последствий аварии понадобится длительное время.